Всем привет друзья, с вами Александр. Я продолжаю играть в модификацию Old Story. Решил я все-таки допройти эту модификацию, чтобы не оставлять дело незаконченным. Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Мы на Акропроме, у нас есть задание найти долговца Санька, который последний раз видел прототип, который украли у сталкера Хандры. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны. Наша общая... Не должно быть особо опасно. Да, все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую, и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель. Одолеть нас во что бы то ни стало. Ветераны и охотники, вливайтесь в леды долго. Защитить мир от заразы зоны наша общая цель и задача. Сержант Наливайка, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Генерал Крылов говорит нам, что Санек отправился в подземелье Агропрома. Но всех отлично взорвали, и он понятия не имеет, где сейчас находится Санек. Все-таки один проход отстался, и мы направляемся в подземелье, чтобы найти долговца Санька. Санек находится под воздействием контролера. После нескольких точных выстрелов контролер уходит на вечный покой. Мы наезжаем на Санька по поводу убийств в темной долине около базы свободы. Санек нам говорит, что занимался устранением стукача. А стукач в свое время убил долговца, который любой ценой должен был заполучить прототип С-шлема. Мы задаем ему вопрос, где сейчас находится прототип, на что он нам отвечает. Кто не знает, где прототип, а копию он должен был передать одному сталкивалу на армейских складах. Именно там с ним и встретимся. На армейских складах наблюдаем следующую картину. Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Ладно, ладно. Расскажу все, что знаю. Недавно в зоне появилась натовская экспедиция. Что она тут делает, никто не знает. Однако стрелок вышел на их след. Он проследит за ними. Также все думают, что крупные выбросы за нас начались. Да, из-за нас. Потому что мы нашли целый заброшенный комплекс подземных лабораторий недалеко от АЭС. Однако, как оказалось, комплекс не заброшен. Про это могу сказать только одно. Охраняя этого монолитовцы, около сотни человек хорошо вооружены тяжелой пехотой. Неизвестного сталкера убивает кто-то с пригорка. Кто это был? Это Клык, нейтрал. Наш старый знакомый Санек. Мы узнаем, что стрелок и призрак двинули на ЧС опять. Еще есть какая-то натовская экспедиция. Нам нужно попасть на ЧС как можно раньше призрака и стрелка. Также помним, что натовская экспедиция знал некий журналист, который находился в темной долине. Именно туда и отправляемся. Теперь мы просим помощи у молодого журналиста. Мы говорим ему, что нас интересует человек, который может провести на ЧС. Минуя выжигатель мозгов. Он сообщает, что единственный, кто может нам помочь, это лесник. Старый дед, который жил еще здесь до первого взрыва. Хорошо все дороги ведут в рыжий лес. Выжженный рисунок на Костя не забрал ко мне или как? Какая дорога привела тебя сюда? Лесник говорит, что знает проходный ЧС, минуя выжигатель мозгов. Также он просит принести ему уникальный артефакт компас. После нелогих боев с бандитами мы находим компас. И возвращаем леснику. Вообще все квесты связаны с компасом, взяты из оригинальной игры Чистое небо. Я не понимаю, зачем было это делать. Ведь модификация нельзя назвать игру, в которую прикрутили 2-3 новых заданий и пару новых персонажей. После серии квестов, связанных с компасом, мы оказываемся на армейских складах. И вскоре получаем сообщение от Лебедева, который просит подойти нас к мосту. Этот мост находится на локации рыжий лес. Именно по этому мосту мы попадем в Лиманск. Говорит Лебедев, мы на позициях у моста. Ожидаем появление наемников со стороны бандитского лагеря в ближайшее время. Возвращайся к мосту, нам без тебя не обойтись. Скоро здесь будет жарко. Прикрыть их, пока они будут пробиваться к мосту. Наемник, занимай позицию на втором ярусе вышки и будь наготове. Это Лежий. Наш отряд приближается к мосту. Лежий. Это Лебедев. Ждем вас с нетерпением. Спасибо, Леший. Выручил нас. Скажи спасибо наемнику. Если б не он, век бы в этом чертовом пузыре торчали. Как бы там ни было, мы тебе должны. Ничего, сочтемся как-нибудь. Удачи. Заметано. Ребята, бойцы, мы отлично провели операцию. Мост опущен. Дорога на Лиманск свободна. Передовой отряд, начинайте выдвижение в город и нащупайте безопасную дорогу через него. Остальным пока закрепится в мост. Кружим ресурсом не видно ничего нового. За исключением того, что мост опускать спокойнее. И мы не видим бандитов, которые были в оригинальной греческое небо. После небольшого брифинга получаем задание отправиться в Лиманск. А куда еще мы могли направить? Не пропадай надолго. Возможно, скоро нам понадобится твоя помощь. На локации Лиманск, на локации Госпиталь, все то же самое, что и в оригинальной игре Чистое Небо. После локации Госпиталь мы попадаем в подземные катакомбы. Именно через них мы выйдем к ЧАЭС. Какой сюрприз, когда мы вышли на ЧАЭС, мы встретили Леведева и отряд группировки Чистое Небо. У нас появляется пресловутое задание по убийству стрелка, а также нам нужно найти электромагнитный орех. Оружие пробираем недалеко, на него четко указывает метка. Детский сад, да и только. Есть визуальный контакт со стрелком. Майорник, поднимись на теплотрассу и перехвати стрелка. Мы прикроем снизу. Это электромагнитное ружье. Теоретически, оно позволит отключить всезащиту стрелка, а без нее такого мощного излучения не подержать. Двигайся навстречу стрелку и постарайся поймать его на прицеп. После недолгих, но эффективных боев на теплотрассе, мы догоняем стрелка. А также сведения о заложенном тайнике. В тайнике пусто. И тяжело дышать, я бегу за стрелком. Убий стрелка это что-то новенькое для 2014 года. Да, видим замечательный облет над локацией. Неизвестный нам локацией. Бедный стрелок, которому давно уже пора на покой, еле плетется. Как Юрия Семецкого, его опять убивают. Какой напряженный эпизод. Видим знакомую заставку, а мы легче ходим. После всех наших приключений, мы оказываемся опять в Рыжем Лесу. У нас появляется задание спросить Суслова насчет возврата АМ-1. Суслов находится на территории базы Чистое Небо. С возвращением, хочешь поторговать? Да, мы говорим ему насчет оружия АМ-1. Она же Гаусс-пушка. Он говорит, что она ему не нужна, так как она очень редкая, и на нее не найти будет патронов. И нам стоит попробовать предложить ее технику. Техник сообщает, что с удовольствием возьмет ее, но у нас почему-то не получается ее отдать. Вот такие пироги, друзья. Интересно это мод или нет, судить, конечно, вам. С вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok